Привет, красотки! Сегодняшнее видео в очередной раз вдохновлено песней. Песней, естественно, шикарного мужчины Алекса Весельски. Я думаю, ни для кого из вас уже не секрет, насколько сильно он меня вдохновляет в последнее время. И насколько много времени я провожу, слушая его песни. Песня, которая вдохновила сегодняшний мой образ, называется «Цайхен дьявинус», то есть символ Венеры, знак Венеры. И я вам сейчас попытаюсь объяснить, какие именно элементы вдохновили мой макияж и как я понимаю все то, что вы сейчас видите на моем лице и вообще в моем образе. Для начала я вам зачитаю перевод текста песни Алекса. И потом я вам расскажу, какие еще элементы меня вдохновили и какие еще элементы я добавила, скажем так, от себя в этот макияж. Свет луны холодный, как лед, в конце ночи сжигает мою тоску. Почувствуй огонь, ощути силу. Сладкий грех, накорми меня своим огнем и поглоти меня. Все мои мысли концентрируются на тебе. Почувствуй, как неистовствует мой пульс. Управляй твоей страстью. Мне кажется, он поет о знаке Венеры, то есть о символе женственности. Как вы знаете, наверное, женственность ассоциируется всегда с планетой Венера, а мужественность ассоциируется с Марсом. Издревле Венера считалась такой мистической планетой, потому что пропорция ее вращения противоположна остальным планетам Солнечной системы. И поэтому даже в некоторые времена ее называли лицефером. То есть как противовес Солнцу, потому что Венера крутится в другую сторону, соответственно. Плюс к тому же Венера это безводная такая, по большей части, огненная пустыня. И теперь сложите вот это все и подумайте, что женственность ассоциируется с Венерой. То есть здесь мы с вами будем рассматривать больше такой сексуальный и сильный аспект женственности. Не женщину-мать, не женщину такую нежную, девочку, а женщину-соблазнительницу. Кстати, в скандинавской мифологии Венерой была воительница Фрея. И она путешествовала на кошках, она была достаточно дегустильной женщиной, но одновременно с этим она была очень соблазнительна, она была прекрасна внешне. Поэтому макияж мой вдохновлен именно вот этой вот сексуальностью женского начала, силой женского начала. Но это сила игривая, скрытая, таинственная такая, в чем-то мистическая сила. Ну, как и сама планета Венера, соответственно. И если говорить о цветах, которые вдохновили этот образ, вы видите, на глазах я использовала золотые тени, потому что меня вдохновляли вот эти слова насчет цвета Луны в песне. И опять же, я хотела показать вот этот вот огонь поверхности Венеры, то есть то, что это горячая огненная планета. Но я не хотела делать этот макияж, состоящий из таких вот золотых цветов, оранжевых, рыжих, красных и так далее. Потому что тогда это с губами бы совершенно не сочеталось. Именно поэтому я больше опиралась на цвет такой Луны, знаете, полная Луна, когда она в небе такая висит, красивая, белая, желтая, золотистая. Вот именно эти цвета вдохновили макияж глаз, стрелка, естественно, потому что это, по-моему, символ женственности, сексуальности всегда. И губы, как вы видите, это красный цвет, но не классический яркий красный, такой ядреный, вызывающий. Опять же, более таинственный, более женственный, более чувственный такой, с примесью ягоды, глубокий красный. Сейчас мы с вами вместе сделаем вот этот вот макияж, и вы на все 100% прочувствуете силу знака Венеры. Приятного просмотра! Я уже нанесла тональную основу, в этот раз я опять использовала Lumine BB Cream, смешанный с Revlon Photo Ready Skin Lights. Сейчас, как вы видите, я наношу по всему лицу сияющую пудру из новой палетки Elf, и потом я буду бронзировать свое лицо с помощью бронзера от Milani в оттенке Golden. Я этот образ хочу видеть женственным, но таким, как я уже сказала, мистическим. Поэтому я буду акцентировать свое внимание на такой здоровой, сияющей коже. Румяна от Sleek в оттенке Rose Gold. Они прекрасного такого персикового оттенка, и в них уже встроен золотой шиммер. И в этом образе, мне кажется, они идеально будут вписываться. Они придают такое здоровое сияние коже. Я просто обожаю, как они выглядят. И сверху я наношу сияющий хайлайтер, естественно, сияющий от Elf в оттенке Gotham Glow. Он придает такое внутреннее как бы свечение, как будто вы освещены свечой. И здесь мне это очень нравится, потому что, как я уже сказала, я хочу мистический такой, сексуальный мистический образ. И поэтому я не жалею хайлайтера на свои скулы. Теперь я беру MAC Harmony и скульптурирую нос. Если бы я это делала с помощью своего бронзера от Milani, это было бы явно видно, потому что он сияющий. Теперь я наношу свою излюбленную базу от Essence Isle of Stage и распределяю ее по веку. Как вы знаете, мы никогда не наносим большое количество базы, наносим чуть-чуть и тонкий слой распределяем по веку. Теперь я беру свои любимые переходные тени из нёдовой линейки Essence. На этот раз это такой теплый оттенок, Sweet Like Chocolate, по-моему, называется. И пушистой кисточкой я распределяю в складки век. И то же самое повторяю на втором глазе. Вы, наверное, это видели уже такое огромное количество раз, что можете сами озвучивать то, что я сейчас делаю. Теперь я беру те же самые тени на более такую плоскую кисточку и наношу их на нижнюю линию роста ресниц, растушевывая, делая такой смокий эффект, потому что я не хочу четких линий, естественно. Теперь я наношу замечательное золото от L'Oreal. Это просто фантастическое золото, называется Goldmine. И наношу его пальцем на само веко. Эти тени всегда я наношу пальцем, потому что это прессованный пигмент. По-моему, он отдает свой пигмент гораздо лучше, если вы наносите пальцем. Следующий этап это нанесение золотых теней из палетки Urban Decay. И наношу эти тени во внешний уголок глаза, как вы видите. Это тоже золото, но оно чуть темнее и оно более желтое. Поэтому здесь он мне как переход, мне очень нравится такой градиентный эффект получается. И подправляю форму, как вы видите, своих теней периодически. Теперь я, по-моему, пушистой кисточкой растушевываю. Это все переход, просто я хочу растушевать еще раз переход этих теней, как вы видите. И беру светлый цвет из той же самой палетки Elf и наношу его под бровь. Он достаточно такой сатиновый, я бы не сказала, что он суперсияющий, поэтому он здесь идеально вписался. И теперь я наношу такие мега сияющие тени от Essence. Они как раз придадут вот это ощущение полной луны, какой-то таинственности, загадочности. Я очень рада, что я именно их выбрала, потому что они дали тот самый эффект, который я хотела. Теперь я наношу черный карандаш на водную линию, а до этого, я мне сказала, я наносила такой бронзовый карандаш, тоже растушевывала на нижней линии роста ресниц. И теперь я рисую черную стрелку. Естественно, женственность в моей голове всегда ассоциируется с такой кошачьей стрелкой. И стрелку в этот раз я делаю более такую худую и длинную, нежели такую плотную, толстенькую, как я обычно рисую, потому что я хочу удлинить свой глаз. Завиваю ресницы и накладываю свою любимую розовую тушь, объемную. Мы будем наносить, естественно, накладные ресницы в этот образ, поэтому туши не жалею. Вот они, накладные ресницы, и вот они уже на мне. Теперь я беру бордовый карандаш, Red Blush, по-моему, называется он, от Essence, и рисую себе губы. Как вы знаете, вот под такие яркие помады я фактически всегда наношу карандаш, как базу, чтобы помада дольше держалась, и границы были более четкими. И сверху я наношу просто шикарную помаду от Rimmel Lasting Finish в 30-м оттенке. Эта помада, девчонки, очень похожа на Cutting Age, о котором я вам говорила, но здесь больше красного. Так что, если вам не принципиально, эту помаду прямо очень рекомендую. Если вам не так уж сильно нужно много фиолетового, то она просто шикарная. И на этом наш макияж завершен. Те, кто называют женщин слабым полом, по-моему, очень сильно ошибаются. Если силу женщины нельзя увидеть, это не значит, что ее нет внутри. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok